Всем очередной трудовой салют, продолжаю обустраивать свою новую мастерскую, хотя крыши еще пока что нету, но это не мешает в ней творить. Готовлюсь к предстоящему заказу, а для этого необходимо перетащить инструмент с предыдущего места, но здесь его нужно где-то сложить, поэтому сегодня будем делать стеллаж. Самым простым решением было бы, наверное, приобрести бэушные какие-то готовые варианты, но они либо меня не устраивали по цене, либо по своему изготовлению. Модульные заводские стоят достаточно дорого, за стеллаж высотой 2,5 метра с 6 полками и шириной 1,5 метра мне озвучили цену в 18 тысяч рублей. Я прикинул, что за эту стоимость можно изготовить стеллаж 3х3, тем самым сэкономив ровно половину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, стеллаж готов. Такой красавец получился. Прям как его хозяин. Стильный такой, джинсухи. С желтыми полочками, с серыми стоечками. Еще наверх надо будет сделать, но пока она не нужна, там окно вставлять, лазить. А так получилось раз, два, три, четыре, пять полноценные полки. Грузоподъемность каждой. Ну килограммов 150 это точно. То есть один этот профиль меня держит, а я 80 кило вешу. Плюс если прокрутить саморезами, то сама фанера еще будет включаться в работу совместно. Ну а так они как бы тоже работают, но не в связке. Они меньше нагрузку держат. Так, что касается использованных материалов. Использовалась труба 30 на 30, стенка 2 миллиметра в количестве трех штук шестиметровых. А также 50 на 25 в количестве раз, два, три, четыре, пять. Ну и шестая как бы еще тоже шестиметровки, шесть штук. Это если шесть полок. Также использовалась в качестве столешницы фанера. 152 на 152 толщиной 15 миллиметров. И если суммировать стоимость данного стеллажа, обошелся он мне из этих труб в 15 с половиной тысяч рублей. Где-то, ну 16 там, наверное. Ну а еще одна труба это тысяча рублей. Покраска. Ну в общем где-то в 17 тысяч обошелся мне стеллаж с высотой 3 метра на 3. С шестью полками. Что же касается стоимости данного изделия готового, фабричного. То сегодня вот звонил. Озвучили мне в цену. 18 тысяч за полтора метра. То есть два с половиной, также шесть полок, также нагрузка 150 килограмм на полку, шириной полтора метра. Одна секция 18 тысяч. В принципе сэкономил, да. Кто-то скажет, что такой стеллаж возможно и не нужен. Но он у меня единственный будет такой силовой. Все остальные стеллажики можно будет готовые купить. В Леруа продается за почти 6 тысяч. Два на метр. Тоже по-моему пять или шесть полок. С нагрузкой в 100 килограмм на полку. То есть для каких-то легких вещей я буду докупать. Такие варианты готовые уже. Сам наверное делать не буду. Это был такой пробный вариант. Ну и все же получился он в любом случае дешевле. Да, можно было какие-то бэушные искать там. Ну что-то не хочу я заморачиваться, ездить. Порой проще купить металл вот так и сделать. Также пришлось обработать яхтным лаком фанеру. Так как сейчас у меня крыши нету. И в любом случае будет какая-то вода сюда попадать. Ну и без покрытия полки быстро запачкаются. А так они как бы, по крайней мере их можно будет тут протереть. К ним не будет так липнуть грязь. Тоже немаловажно. Расстояние между стойками 50 сантиметров. Делал все, так сказать, по-простому. Без всяких зарезов под 45. То есть выставил одну стоечку на стапеле. По ней уже сделал две. Были у меня вот такие, кстати, еще ножки. Можно без них регулировочных. Но они у меня остались от лесов. И здесь болт, по-моему, М22. Гайка. То есть четко прям встает в трубу 30-ку. Этот болт с ни на 27 там он вообще. В общем, он без болтанки туда встает. И все, видите, как бы регулирует все. Все полочки получились в уровень. Блин, я доволен. По высоте полки. Да, тот фабричный, он как бы с регулирующимися полками. Но в моем случае я предусмотрел, что здесь вот у меня 80 сантиметров. Можно было использовать ее как... Что-то поднял тяжелое и чуть-чуть поставил его. Там нижняя полка обязательно с отступом от пола. Ну, не для хранения больше каких-то вещей, а чтобы можно было подметать оттуда. Вот, дальше вот эта полка у меня под метизы, саморезы какие-то, чтобы в визуальном доступе было все. Ну, и здесь что-то такое в визуальном все. А дальше уже вторая полка это для какого-то хранения барахла не особо нужного. Ну, а там наверху вообще не нужного. Оборудование еще одно появилось в моей мастерской. Ну, или мебель, да, для перемещения хлама из гаража сюда. Потихонечку обживаюсь, несмотря на то, что до сих пор нету крыши. Но при огромном желании, друзья, и отсутствие крыши не помеха. Поэтому идите к своей мечте обязательно. Через терни пробирайтесь, но не останавливайте, иначе вы ее не достигнете. Так, останется покрасить сварочный стол, накидать ванели. Ну, они уже будут непосредственно под сам объект у меня. Вот забор буду делать. Буду делать ванели не сплошняком, а там, где они нужны. После этого заказа, как я его выполню, я уже окончательно определюсь, нужен ли такой стол или нет. И либо его разберу, переделаю, либо наполню там часть листового. Листом может быть металл, закрою часть вот этими под струбцину профильной трубой. Но на это тоже нужны деньги в районе 15 тысяч, чтобы вот закрыть этот стол. Сейчас прибираюсь и готовлюсь уже по краске. Ну, а там дальше уже еще необходимо электрику сделать. И чтобы сделать, чтобы комфортно делать заказ, который вот сейчас у меня есть, нужна кран-балка. Потому что вес секции одной 80 килограммов, и в одного ее тягать, да и вдвоем некомфортно. Поэтому следующим этапом будет кран-балка. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Сейчас очень много дел, времени снимать порой нету. Но есть телеграм-канал, ссылка в описании, где я достаточно часто выкладываю актуальную информацию, что у меня происходит, как идут дела. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих близких. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok